Возвращаемся к игре MVP против Secret. Счет у нас 1-0 в пользу MVP. MVP показали действительно неплохую игру, но в принципе, как мы так с Артуром обсудили, и это, наверное, очевидно, Secret затянули свой вот этот пуш в мидгейме, когда имели Мекку, когда имели хорошие артефакты, имели хороших героев. Очень много времени дали MVP для того, чтобы раскачаться, дофармить нужные артефакты. Ну и, в общем-то... По банам мы видим, что Secret отказываются второй раз играть против Bounty Hunter. Не хотят больше. Ну, тяжелая ситуация. Я думаю, что если бы не Bounty Hunter, даже MVP бы отбиваясь вот так вот, ну не смогли бы так сильно перевернуть. Ну нету такого больше героя, который настолько сильно меняет экономику. Так, ну и у нас также отправляется в бан СФ. СФ Лешрак, Квапан и Bounty Hunter. Посмотрим, что заберут Secret'ы на First Pick. Гирокоптеры. Решили особо не придумывать. Ну, в принципе... СФ-а нет. Берем гирокоптеры для Артизи. Да. Однако корейцы отвечают очень неплохим героям, которые, в общем-то, тоже все чаще начинают залетать в бан. Вот эта Нага Сирена, причем не Кэрри Нага Сирена, а саппорт Нага Сирена. На прошлом НТ у нас еще была довольно-таки популярна Кэрри Сирена. MVP как раз-таки на этом турнире два матча, как минимум, играли с Кэрри Нага Сиреной. С Кэрри Нага Сиреной. Даже вот так вот. Ну, не так много следил за матчами MVP, но, в общем-то, Кэрри Нага Сирена тоже имеет место быть. Ну, главное оружие этого героя, это, конечно же, вот этот вот в тимфайтах сон, который позволяет перегруппироваться или же скомбинировать. Force вчера очень долго негодовал по поводу того, что часто Нагу Сирену берут без какого-то фоллоуа, без какой-то комбинации. И Cloud9 вчера показывали очень простую, очень эффективную комбинацию, например, с Дисраптором. Очень классно это все работает. Да много героев есть под Нагу Сирену. Дисраптор, даже тот же Разор выглядит довольно сильно, когда ты выкачиваешь во сне весь дэмэдж из корпуса персонажа противника. Зомби, которые позволяют поставить томпстоуны, нареспить по три вот этих маленьких зомби на каждом герое. Не говоря уже там про всякие кулдауны и любые другие АОЕ-стансплы. Да, но очень часто, тем не менее, Нага оказывается без какого-то вот такого героя поддержки. И просто после сна враг разбегается. IG вчера были вот как раз-таки MVP убиты именно таким образом. Они ставили сон, герои MVP просыпались и просто расходились в разные стороны. И IG ничем не могли зацепить. Это большой минус. Тускара забирают. Ну, Тускар, Нага, такое хорошее начало под современную мету. Сикреты, в свою очередь, забирают Клакверка. Есть у них уже агрессия, агрессивный инициатор. Я так понимаю, это Клакверк для Зая. Да, определенно. Я не думаю, что какой-то другой будет играть на этом герое. Ну и очень неплохо за Клакверка, в общем-то, на хардлине можно отблочить крипов. Даже в соло против сильной треплы получать потихонечку экспириенс. Посмотрим, что забанят у нас MVP. Пока что, в принципе, они своих карт не открывают. Ну вот, Разор забанен. Тот самый Разор, по которому мы говорили в комбинации с Нагой Сиренной. Но решили его подбанить. Возможно, чуть-чуть хотят ослабить линии с Сикретом. С другой стороны, у Сикретов уже такие неприятные герои. Тот же Гирокоптер с двумя хорошими саппортами может вполне повоевать на начальной стадии. И банится Дазл с Вичдоктором. Ну, сигнатурный Вичдоктор разнес Сикретов в прошлой игре и сейчас отправляется в бан. Также Нага Сирена со своим минус армором и с Дазлом тоже неплохо комбинируется. Да, забанили двух хилеров. Вив ложится на сон сверху? Но в любом случае можно... Нельзя сначала усыпить, а потом повесить вив, если в этом вопрос. Да, в этом вопрос. Но в любом случае можно повесить вив, усыпить и дождаться, когда натикает много минус армора. Тоже неприятная комбинация. Решили его забанить. Ну и плюс два хиллера. Два хиллера, которые очень неприятны в таких вот тимфайтах частых. Ну что, четвертый бан MVP. Мне кажется, какого-то опять сильного лейнера забанят. Может быть для С4 какого-то вайпера. Потому что пока что все четыре бана это герои С4. Да, но MVP сейчас забанят героя, плюс сразу же возьмут кого-то себе. Посмотрим сейчас. Вот эта стадия наиболее интересная в драфте. Вообще, вот такая мысль. Очень много говорят, ну очень много я слышал от кого, что ферст пик сейчас очень сильно решает. И стараются, ну большинство команд забирать себе именно ферст пик. Потому что ты имеешь и первый пик, и последний пик. Единственное преимущество второго пика это как раз таки вот этот, третий. Когда ты банишь и можешь сразу же взять героя. То есть ты можешь забанить против чего-то и сразу же взять вот этого героя. Если не останется чем контрить, то вот какую-то выгоду ты извлекаешь. Во всем остальном, да, первый плюс последний дает такое хорошее преимущество в драфте. Ну, нужно грамотно реализовывать. То есть нужно не открывать карты до конца, чтобы в конце можно было взять хорошего героя. Ну и смотреть, что берет соперник. Ну и что ж, MVP. Пока что до сих пор непонятно, кэрри это нага или саппорт нага. Я, честно говоря, вот не помню игр саппорт нага это MVP. Но опять же, смотрел не так много. Но вот две игры, ты говоришь, они играли с кэрри нага сирены. Две я видел, возможно их было и больше. Я говорю, как минимум две было с кэрри нага. Но это уже довольно много, в принципе, учитывая, что нагу сирены очень часто банят. Это клинкс. Это интересные. Выбор. Скорее всего, клинкс для QO. Для QO. Ну, клинкса мы на этом турнире видели в основном от ЕГЭ, конечно. ЕГЭ брали клинксу, да, несколько раз. Но это фирменный. По-моему, секреты тоже брали клинкса. Да, было. Несколько команд еще так же. Клауд Найн вчера. Ну, в общем-то, клинкс у нас возвращается в современную мету. Очень хорош он с введением вот этого. Я не сказал, что он куда-то возвращается. Он как был сугубо ситуативным героем, так и остался. В первой фазе его никто брать не будет. В то же время по ситуации, под определенный геймплан герой может заходить замечательно. Ну, его просто не брали практически совсем, а на этом интернешнле опять вспомнили. Я вот помню, только ЕГЭ играли с ним до ИГЭ последние два месяца. Больше особо клинксов не помню. Лина от Team Secret. Неплохой. Опять же, неплохой выбор. Может быть, как саппортом, так и кэрри. В данной ситуации. Да, вот у Team Secret пока не совсем понятно. Да и Нага, я бы тоже сказал. Если это будет медовая Лина, то клинксу будет очень несладко, потому что это один из немногих героев, кто его прям сильно обижает. Ну, заспамит его волной первой. И плюс радиус атаки вот этот огромный. Сколько у нее? Там 600. У него банально атаки количество даже больше цифр. И количество. Ну, в принципе, у клинкса есть стрелы хотя бы, за счет которых он чуть-чуть выравнивает. И плюс Лина берет боттл, а на клинксете не сильно хочется брать боттл. Далеко не факт, что это медовой клинкс будет. Посмотрим вообще, что преподнесут нам ребята из MP Phoenix. 20 секунд у них остается. Довольно-таки долго думали. И вчера Cloud9 так долго думали, что в один момент вообще не забанили героя. Случайно. Ну, я уверен, что это случайно. Вряд ли кто-то будет специально. Darkseer забирают. Но это, кстати, комбинация под нагу та самая. Вот это хорошая комбинация, если сделать все по таймингу. После сна, хорошая стяжечка, какие-нибудь шарды. Но это уже или саппорт тускар, или саппорт наг. Да, получается, что... Да, вообще может быть это саппорт наг и саппорт тускар. Во всяком случае, смотрится это довольно-таки логично. Учитывая, что на миде клинксу может быть очень-очень тяжело. И его бы поставить на легкую. С другой стороны, два таких саппорта, как нага и тускар, но они, конечно, плотные, но им все-таки... Они могут неплохо гангать, но вот с харассом у них проблемы. Да, и им нужно по-хорошему как-то подфармить себе какой-то левел. Все-таки артефакты тоже нужны. Без артов-то бегать на тусики и наги как-то не очень приятно. Ну и тем более на линии. Вот на линии как раз-таки могут быть большие проблемы. Сикреты. Сикреты, я думаю, сейчас увидев вот такую вот легкую слабость, могут попробовать надавить. В принципе, у них хороший герой против Дарксира в виде Клакверка. Он может постоять. Да, щитки, конечно, жгут, но ракета... Да, у Дарксира здесь преимущество. Преимущество, но ЦМку забирают еще. Вот так вот. Лина, ЦМка, Клакверк и Герокоптер. Сикреты, когда видят слабость, они предпочитают особо не давить, но максимум даблу вот мы как раз-таки видим в их исполнении. Триплой очень редкой. По-моему, на этом турнире я вообще не видел, чтобы они ходили. Они просто обычно берут какого-то саппорта пожаднее, который хорошо может профармливать лесок, простакивают этот самый лесок и просто со всех остальных линий выносят максимум. Таким образом получая экономическое преимущество. Ну, собственно, ЦМка может фармить лесок, может параллельно его еще и стакать, и потом с каким-то Герокоптером это все быстро зафармить. Да, кстати, я вообще на этом турнире довольно редко вижу триплы в хард-линии. То есть вот именно даблы популярны стали, но чтобы триплой в хард шли, и там пытались прямо изничтожить... Слабые триплы соперника добавлений, как правило, достаточно. А второй саппорт, у него развязаны руки, чтобы помочь двум солистам своей команды. Ну и, собственно, секреты. Секреты, последний бан. Не хватает, а вот непонятно до сих пор, чего не хватает MVP. Боятся Течу. Да, Течес пока что имеет неплохой на этом турнире Networx. И это саппорт Нага Сирена, саппорт Тускар. Судя по всему, Джаггернаута добирают. Джаггернаут... Ну, кстати говоря... Четыре милишника плюс Клинкс. Опять-таки, пик MVP Феникс напоминает вот этот самый паб. Мы несемся вперед и просто месимся. Катимся в шаре вперед. Посмотри на вот этих вот героев. Катимся в шаре. Джаггернаут, который будет собирать айтемы на муспид. Дарк Сир нас уже. Клинкс, опять-таки, с добавочным мувспидом и просто хорошими статами, чтобы стрелять. Мы, в принципе, быстрая Нага довольны. С хорошим мувспидом, который тоже может быстро передвигаться. Вообще, Джаггернаут неплохой герой против Гирокоптера. Способный его как раз-таки забурстить быстро. Лично меня смущают четыре милишника против Клока. Ну, да. Есть определенные. Да и против Гирыча тоже. Коги... Как их оббегать, непонятно. Ну, посмотрим, что у нас покажут. И антимага добирают. А вот это и уже интересно. У нас получается Гирокоптер АТС-4 против... Или же Медовая Лина и Саппорт Гирокоптер. Сейчас посмотрим. О, да. Слушай, это что-то интересное. Я еще и вижу Кью на Джаггернауте. Какой-то Медовый Джаггер может быть. Судя по всему, да. Не хотят туда ставить Клингза. Да, вот это пики, конечно. Пики просто потрясающие. Но, кстати говоря, Саппорт Гирокоптера я не видел уже тысячу лет. Хотя где-то кто-то играл. Но не удалось мне покомментировать. Но в свое время, скажем так, этот герой набирал популярность в качестве Саппорта. У него довольно хорошие спылы. Какой-нибудь там, не знаю, макшенная ракета. Огоним и пошел месить. Но посмотрим, сможет ли здесь Гирокоптер себя реализовать как Саппорт. Все-таки есть ощущение, что, наверное, отдадут ему пофармить немножко. Кура. Кура берет Лину. Да. Ну и, собственно, начинается у нас эта игра. Да, в общем, небольшая пауза была между играми. Но, как мы видим сейчас, продолжается этот матч. Итак, Антимаг от Артизи. С4 играет на Гирокоптере. Пупей на Кристалл. Мейден. Кура на Лине. И Зая на Харде на Клакверке. В MVP Феникс Фэбби играет на Наге. Натс на Тускаре. Марч на Дарксирик. Фуэйни на Климксе. И Кьюоу, судя по всему, на медовом Джаггернауте. Да, вот это очень интересно. С Пурмэнд Шилдом. Два в пульных тангов. Ласочка. Вот мне очень интересно, смотрели ли MVP, что происходит в параллельном матче с Комплексити. Потому что, ну, от этого зависит, на самом деле, довольно-таки много. И почти все. В том плане, пройдут они... Может быть, не смотрели. Может быть, уже знают результат и решили как раз-таки вот такой пик взять. Хотя это обычный, типичный для них пик. Я бы сказал, что им все равно расслабляться ни к чему. Потому что они могут еще оказаться не пятыми, а шестыми. Напомню, что топ-1 выбирает соперника. И топ-5 выбирает соперника в лузерах. А в группе B там такая ситуация, в общем-то, что... Что лучше выбрать, чем не выбрать. Да, лучше выбрать. Тем более, можно выбрать себе Худсиксов, которых хорошо знаете. Или, наоборот, задоджить их. То есть, выбор очень важный. И поэтому, я думаю, что MVP будет до конца бороться. Ну и Сикретом тоже нужно надеяться на то, что фнатики сыграют с ЛЖД в ничью. И самим вытаскивать на ничью. И тогда у них будут неплохие шансы еще опять поспорить за топ-1. Но пока что у ЛЖД все слишком круто. И если ЛЖД вторую игру затащат, то будут они на первом месте. Ну что, тут у нас трипла в миде. Пока что. Ну, свапаются, естественно, лайнами. Бегают по лесу. Фэбби и... Очень интересно посмотреть за действием. Как раз-таки вот этих саппорт Наги плюс Тускара. Потому что нужна какая-то активность от них. Очень нужно себя проявить. Тускар пока просто блокирует крипов в центре. Полезный. Я полезный, говорит. И заблочил всех крипов. А Мардж здесь чувствует себя просто отлично. С двумя щитами заходит. Он сразу в первую пачку. Берет почти левел 2. Четыре опыта ему не хватает. А Артизи, в свою очередь, вынужден крипиться под щитами. Пол хп уже теряет. Благо регенов достаточно. Да, ну и в общем-то... Кура тут будет пытаться помогать. Но если Дарксир возьмет себе... А, второй он уже точно возьмет. Да, вот он забегает и просто Артизи начинает разминать с руки. Да, это... У Дарксира очень серьезная тычка с руки. У него 66 урона. Посмотри на крипстат с QO в миде. На вот этом самом джаггернауте против гирокоптера. 1-0. Да, кстати говоря, здесь не должен был так гирокоптер сильно проседать. Да, у джаггера побольше атаки. Но не до такой же степени, чтобы просто 7-5 на 1-0. Но QO... QO решил после вчерашних игр, видимо, просто... Не отпускать. Да. Туск приходит. Помочь Дарксиру. Ой-ой-ой. Закрывают Лину. У Лины есть станчик. Дает станчик. Но не выйдьте. Не выйдьте отсюда. Антимаг начинает бить. Уже, они же видят кристалл мейден. И при этом, посмотри, 2 в 3 просто нападают ребята из MVP. И отдают за это ферст бак. Дарксир остается здесь. Начинает меняться по хп. Сурджа нет. Пытается сжечь антимага. Нужно сделать тычку, иначе... Так, получается стан. Колба. Есть. Дарксир, Сурдж. Какой из этого урок? Не стоит нападать 2 на 3. Потому что тебя всегда грамотные игроки раскайтят. И потеряете вы двух персонажей. Не, ну знаешь, если бы Дарксир там был, допустим, 3 левела, шансов было бы гораздо больше. Все-таки щиток 3 левела на двоих. Но они же были по первому. А если бы он был 16, то я думаю, шансов было бы еще больше. Ну да, но здесь переоценили себя явно. В принципе, просто постоять на этом лине, еще немного бы получать экспы, и можно было как раз-таки вот так вот даже попытаться, наверное, напасть. Но, с другой стороны, ничего, конечно, прям ужасного не произошло. На миде все по-прежнему потрясающе у джиггернаута. На легкой линии фрифармит Клинкс. И у него все отлично. Ну и, в общем-то, продолжает у нас какой-то роуминг. Нацу, конечно, вообще, что в этой игре делать, я не знаю, ему очень тяжело. Он вынужден бегать, что-то пытаться изобрести. Просто его находит С4, он покатился на крипа. Ну, отвлек Лину, скажем так. По-другому это не назвать, на самом деле. Лина с ботинком теперь свободно может себе позволить преследовать этого Тускара по всей карте. А ЦМка не отвлекается. Пупея занимается своим любимым делом, как на котле, так и на ЦМке. Он просто идет, морозит вот этих крипов. Крипочка отвел, приморозил, зафармил. Левел 3, аура уже в 2. Монаре генится, денежки капают. Что еще нужно для саппорта? Да, и при этом все, в общем-то, на верхней линии особой такой помощи уже здесь не надо. Антимаг выжигает манну Дарксиру, у Дарксира Солуринга нет. Сам, правда, антимаг тоже проседает. И, кстати, у него кончается хп, но стан, колба. Колбу даже не тратят. Выпад от Купея. Очередной фраг. Подластхитил, как крипа. Тем временем Туск забирает гирокоптера на миде. Очень мало хп мы видим у Клакверка, которого здесь прогнал Клинкс. Да, это, кстати говоря, очень неплохой выход. Но вот нацкрасавчик, он наконец-то себя нашел. Увидел, что сверху вышли саппорты. Есть возможность напасть на миде. И этот Джиггернаут, который, кстати, интересная раскачка. Но, на мой взгляд, как раз-таки она здесь ему и помогла. По-другому не качаются. Ну да. То есть это никакие не криты там на соло-легких Джиггернаутах или на Джиггернаутах в трепле. А вот как раз-таки против Гирыча, у которого есть бараш, вот так вот качнуться и просто пойти убить его. Очень хорошо. Есть инвиз. Есть инвиз и сейчас под шестой левел можем попытаться что-то придумать. Появляется также ботинок, да. И сейчас будет шестой левел. Фэбби заходит. Есть сетка. Ну и, в принципе, под сетку можно убить его просто даже без шестого. Да. О, С4. Еще бы шаг вперед и он бы уже отсюда никуда не ушел. Фэбби с одной стороны. С другой стороны находится Нац. Два саппорта команды. Да, Нагу увидели. Но Туск уже катится. Туск катится. Сеточка. Да, и Гирокоптер, конечно, ничего не может сделать. Гирокоптер падает. Что творят в МВП? ЦМка. Может заморозить Нац, примораживает Нац. Последняя тычка. 40 хп, 6 хп. Забирают. Но Джиггернаут получает ультимейт и разменивает ЦМку. Точнее, разменивает Ускара на ЦМку. У Джиггернаута 2.01. Он чувствует себя просто потрясающе. Появляется фейсбут уже. А С4 вторую игру подряд в миде просто прессует. Да. Слушай, как МВП? Нашли ключик такой к игре Сигретов. Запрессовать С4 в Мессину. Ну, кстати, против многих команд работает убить соло-мидера много раз. Клинкс получил свой левел 6. Сейчас, возможно, мы увидим от него какие-то перемещения. Я думаю, оставить линию Наги, чтобы она подфармила немного. Это было бы очень логично. У Клака что там? У Клака 5-й спойной левел и оставить линию Наги тяжело. Согласен. Вот как раз-таки увидев то, что у Клака 5-й с половиной здесь, может Зай развернуться. Зай, палец в рот не клади. Чувствует он такие моменты хорошо. Тем временем у нас Дарксир пытается создать какой-то экшен. У Артизи все очень хорошо по крипам. Ну, Клинкс сейчас начнет довольно быстро фармить. Я думаю, что пока что все еще очень здорово. Наци приходит на нижнюю линию. Забрали Клака, кстати говоря. Ну и, собственно, можно не оставлять линию Наги. Можно забрать Клака. Клинкс продолжает фармить. Есть у него соло-ринг, будет аквила. Но, в принципе, с такими артефактами мана уже бесконечная. Джиггернаут вращается. Нужно что-то делать с фармом Артизи. Потому что если так продолжат фармить антимаг, то будут колоссальные проблемы у ребят с мвп. Да, тем более возможности это масса. Отлично, дождь отстан, марч. One avoid. Артизи идет дальше. Фласочка Артизи. Нужно разворачиваться 3 секунды до блинка. Отменяет ТП просто-напросто Джиггернаут. Понимая, что это не к чему. Уйдет и так. Ну, собственно, да. Мало того, что... Но вот С4 хотят еще раз взять. Что будет делать С4 через 20 секунд, когда откатит ультимейт у Джиггернаута? А он будет в таверне. Даже без ультимейта просто бежит на него Джиггернаут. С дабл дэмажем. Нет, смотри, уходит ТС-4. Фейзбуд с кулдауне. Здесь еще лина. Дает стан. Попадает по Джиггернауту. Тычка. Сетка. Нова. Джиггернаут отпивается. 3 секунды. Бежит просто фидит. Просто фидит. Но это очень грамотно, потому что он такого левела и с таким нетворсом, что сейчас мог заруинить немножко. Самую малость. Да, вот так вот. И еще и на нижней линии в Тускар у нас вкатился Клакверк тем временем и забирает его. Причем... Без хукшота. Да, без хукшота. Просто, ну, затарахтел. Просто затарахтел, поставил Коги и Тускару было некуда деваться уже. Клакверк, конечно, очень сильный. В один на один. Особенно, когда у него есть преимущество. Да, согласен. По поводу Артизии все жестче и жестче. Становится у него ситуация. Он фрифармит. Он купил себе два колечка, чтобы не проседать по хп. Ну, одно под Владмирс. Да, Владмирс плюс бату в хури. Так, тем временем находит у нас Лину. Кура. Клинк забирает реген. Кура дает ста, но Клинк сворачивается. Еще буквально одна тычка шарды. Отличный айс шарды. Мисс! Мисс! Еще один мисс. Два миса. Да, везет сильнейшим. Везет сильнейшим, говорит Кура, и просто уходит. В итоге на сотни хп, но он не пережил бы, конечно, еще одну тычку, судя по динамике, с которой наносил урон. Да, даже одной бы не пережил. А Феби все-таки оставляют линию и все-таки он подфармливает. Но шестой левел, конечно, для Наги очень-очень важная вещь. Безусловно. Кулдаун Гирокоптера, но стоит Хиленвард и как-то пофиг. Кью, да, он немножечко просел, но у него боттл. Клинкс также захиливается. Кулдауна теперь нету. И на Герча можно выходить. Сфо просто со всех сторон. Пытается в спину еще собегать. Натс. С у него антимага легкие проблемы. На него поставили стенку, и он с половиной хп. Но он быстро перегенится. И он дерется с антимагом? Ну, да. Антимаг с антимагом драться не очень приятно. Особенно стоя на стенке. Поэтому чуть-чуть, чуть-чуть он затерпел здесь. Но все равно с антимагом нужно что-то делать. И с ним ничего не делают пока что. Проседает снизу Нага. Подтягивается сюда саппорт и секрет. Опять без фукшот. Просто-напросто ее подцепили аккуратненько. Ну, да. Очень нагло сыграл. В это время прессуют антимага наверху. Посмотри. Сейчас, возможно, Клинксу удастся подрезать Артизи. Артизи? О-о-о! И все. И здесь же Зай. Зай ставит Коги. Прям под вышкой. Он здесь совершенно один. Шардами закрывают. Хукшот. Улетает хукшотом на крипов. Ну, ТП-то нету. И ему отсюда очень тяжело будет убежать. Его просто со всех сторон сейчас закроют. Дарксир бежит. Зай выбирает единственную правильную точку. Попробуй с Флави. Мардж довольно битый. То есть на Дарксире так себя преследует. Сейчас будут Айшардс. И Сноуболом достает Варнат. Лол. И Зай. Зай пытается разменяться, но последняя тычка достается. Остается кускаром. В это время за умнисфлэшил в центре СФО. Корея. Месяц Сикрет. Причем, ну, во второй игре уже прям совсем как-то жестко получается. Вроде Сикреты что-то убивают, но по факту фарм и после смерти антимага все действительно потрясающе становится. Потому что еще и АМа наказали. Ну, у Гирыча 0.3. Просто это худший день С4, видимо. Он вчера не на... Почти есть Медасик у Пупе. Ну да, это чуть выровняет ситуацию. Опять ДД у Джаггера. Он постоянно бегает под ДД. Скоро 11-й левел. 11-й левел... Мне повезло с двумя месами. Должно же хоть на ДД вести. Правильно? Ну да. О, С4. Какой заброс. Сюда идет еще телепорт. Вынужден отменять. Минус С4, минус телепорт. Вообще, конечно, когда Джаггер получит 11-й, он станет гораздо сильнее. Потому что второй ультимейт, он в два раза эффективнее первого. И он любого героя, кроме АМа, будет убивать соло. Потому что АМ просто с блинка уходит. Только по этой причине. Там нужно еще блинкануться вовремя. И далеко. Зай, просветка на Клинкса. Клинкс бежит съесть крипа, но далековато находится. Пытается разбить. Здесь же подходит Джаггеру Клинкса. Тяжелая ситуация. Клинкс, последняя тычка. Забирают его. Зай очень здорово сыграл. Увидел передвигающегося Клинкса наверх. Ну и забирают фраг. 8-8 счет. Очень много за Клинкса дали. 700 монет. Да, экономики небольшое преимущество даже есть сейчас у МВП. Ну, антимаг двигается к БФу, и его будет не так просто ловить. Нападение на Марша. Да, здесь еще и Марша. Ну, просто Зай тащит. Зай тащит катку своим ребятам, потому что последние несколько фрагов только за счет него. Ну, или с его участием. Так обычно и происходит, когда у тебя есть два кор-героя, как раз таки вся инициация должна исходить от оффлейнера. Потому что, когда ты берешь два жадных вот таких вот кэрри, третий, нужен герой, которому особо не нужен фарм, и который может ходить просто станет по всей карте противников, какой-то Бестмастер, Квакверк, не знаю, Кентавр, еще кто-нибудь, и создавать вот эти вот игровые инициации. Ну, Квакверк, наверное, вообще лучший выбор в такой ситуации. Потому что он вообще может практически без итемов. Да, особенно, когда у тебя есть Зай на Квакверке в команде. Зай знатный парень. Фейзы берет Тускар. Вот такое вот решение. Так, выход на Кьо, получает стан. Коги, Кьо, успевает начинать крутиться, с руки пытаются его добить, но он уходит. Здесь же шарды, Клинкс настреливает по Заю. Ой, не хватило. Натс, Натс все еще жив. Батарея, и как вовремя сон. Откатил ультимейт, сразу же падает. Падает один, хукшот, попадает хукшотом. Зай просто божит, но все равно размин не в пользу. Ракета влетает, остается 11 хп у Натси, он уходит на фонтан. Очень ровный размин, и тем временем Дарксир проседает на верхней линии, ставит он стенку, но он против Успевает забрать Кристал Мейден. Боже мой. Дарксир убил, а, Дарксир убил ЦМ-ку здесь. Да. То есть, его гангали два кор-героя и ЦМ-ку, и он еще и забрал ЦМ-ку. Да. Очень здорово. Очень здорово. Ну и вот он, Джаггер. Взял себе барабаны, чтобы МП хватало на раскаст. Взял себе фейзы, чтобы было много урона. 4-1-3, 11-ый левел. Скорее всего, это должен быть билд через барабаны Яшу, а дальше уже к чему душа ляжет, как говорится. По ситуации, да. Ну, Нага себя реализовала, первый сон. В общем, 10-10 равная игра, абсолютно равная игра. Да, у Сикретов есть шанс за счет антимага оторваться в определенный момент, но с другой стороны, у МВП есть шанс за счет Клинкса и Джаггернаута здесь просто изничтожить. Видимо, Клинкс, нападение на Артизи, у Артизи есть блинг, но минус половина хп. Это не очень приятно. Клинкс даже не собирает арт-шит. Ну да. Будет он играть через Солар Крес. Через медальку, через Солар Крес. В принципе, это популярный очень билд. То есть, ты как бы покупаешь себе минус армор. Солар Крес, дезолятор, и там такой ДПС влетает. Просто даже Солар Крес довольно дешевый итем, который, ну, за свои деньги дает целых минус 10 армора. Натс, проблемы. Натс собирает Артизи. Подфидил. Не очень хороший момент, потому что Артизи уже скоро будет с БФ, и сейчас он забирает еще и дополнительный фраг. Выход от Клакверка, Хукшот, не попадает в Марш. Насчет дешевости, я, кстати, поспорил бы. Солар Крес стоит 3000, и Дезолятор на данный момент же стоит 3500, и дает еще 50 бонус демэдж. Ну, да, но 10 армора, как бы, это очень сурово. Плюс там еще и Миссы, то есть, да. Ну, медалька уже есть, и, в принципе, медалька уже действительно дешевый итем, которая дает тебе минус 6 армор. Находит Лину, но нет, ааа, госскипетр, вот так вот, сразу разряжается Лина, в попытке убить хоть кого-то, забирает. Не стоит он убрать на Лину без ультимейта. И минус 2. Джаггернаут убивает двоих. Но нету маны, нету вообще ничего, минус Джаггернаут. Ну и вот, покупает ту самую Яшу, Джаггернаут вкатывается куда-то еще, Тускар. С ума сошел, что ли? Ну, это да, это, конечно, ошибка, забирают еще и Тускара. В итоге, два кор-героя, в размен на двух саппортов очень вовремя появился госскипетр у Лины. Очень вовремя. Я не понимаю, что сейчас происходит на карте. Вот эти вот нападения, постоянные под Тауэр. А, давай, понеслась, поехали. Месси этого, месси того. В это время саппорт Нага уже имеет арканы и 2000 сверху. Через 70 секунд у нее, кстати, будет сон, возможно, вынуждена она будет его потратить, чтобы как-то уйти от клока. Гирыч. Да, но все, можно не тратить сон. Да и, в принципе, и не получилось в итоге. Забирает Зая Нагу-Сирену. Подфидели MVP, отдали очень много сейчас. Неужели мы увидим в скором времени вот этот вот саппорт Нагу с Радианцем? Думаешь, копит на Радик? Ну, не знаю, насколько хорошим это будет решение. Покупает Куаку. На мой взгляд, это вообще такое очень спорное. Линкс забирает иллюзии, просветки нету, поэтому ничем здесь не рисковал. А зачем тогда она не подключаясь в тимфайт и просто стоит и фармит вот эту самую линию? Ну, если не собирается выходить вор в персонажа. Тимфайтов, потому что нет, они просто куда-то бегут по тавер и Наги туда соваться. Соло Смоук просто от Тускара. Возможно, Смакен решил просто проставить ворды. Айм уходит. Нага. Айм потратил блинк. Айм получает, но 30 секунд. Судя по всему, Артизи думал, что это иллюзия Наги или... Ой-ой-ой-ой. Артизи уходит и нечем его добить. Сон. 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 И сейчас... Спускается сюда к Юоу. За 7 секунд добежит он до Артизи. И вот он критулечка. Да, разбомбил. А тем временем еще и Зая забирает у нас. Зая забирает Тускар. Соло Смоук поставил вард, пошел, убил Зая и бежит дальше себя вардить по своим делам. Да. Я немножко пофлудил в чате случайно. Чисто, чисто случайно. Да простят меня Валв. МВП возвращают себе в итоге вот это не преимущество, а скажем так возвращают статус КВО наравне по-прежнему они с Сикретами и теперь ведут в атаку. работает, слушай, работает в этот Соло Смоук. Знаешь, чем он хорош вот такой вот Соло Смоук? То, что его никто вообще не ждет, что пойдет какой-то Туск убивать там в Соляно пытаться Клакверка. трейдят Свою Т2 на Т1 снизу, судя по всему. Ну, очень выгодный размин будет. Фуэйни в это время ловит Зай в миде на хукшот и просто убивает с дастами. Да, Клакверка. А вот сейчас нужно уходить отсюда ребятам из МИП. Сна нет на отступление. Уходит. Гирокоптер. Дарксиром уже зацепили. Как Дарксир сейчас всех тянул? Дарксир делает Клакверк. Просто потрясающе. Погибает Артизи просто в мгновение ока. Один в один. О, два в один пока что размена. Еще Кью, критулечка. И еще одна. Так, 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 есть. На мулспиде бегает Джаггернаут и месит. Ну и телепорт. Хукшота нет. Ничем не сбить. Коги теперь не сбивают. Как сыграл Марч. Его уже зацепили. Казалось бы, ему очень плохо. Он просто взял всех стянул под Джаггернаута. В такой ситуации, мне кажется, Джаггернауту стоит задуматься о каком-то БФе. Потому что был бы у него БФ, он там бы просто всех уничтожил. Возможно, следующим артефактом он задумается о БФе. Пока что у него есть Драмс, Эншин, Дьяша и топ-1 по Нетворсу. Я думаю, здесь даже такая игра как бы специфичная, что БФ зайдет чуть ли не последним слотом, когда у Джаггера будет много урона. Потому что под вакуум вот этот сплэш его нельзя недооценивать. У которого все-таки ульт побольше урона наносит, нежели Фисты. Так, Зай. Зай забрал Инвиз. Есть Форстаф. Ну, стандартный Клокверк от Зая с Форстафом. Вот этот вот такой мобильный. Что КПА у нас? Диффуз делает, я так понимаю. Ну, диффуз здесь очень нужен. Против Лины, может быть? У Лины уже есть Гост Септер. Да, потому что он контрит не только Клинкса, но еще и Джаггера. Поэтому диффуз здесь, я думаю, можно и на Наге будет чуть попозже увидеть, когда там у Клинкса окончится. Можно еще Фростбайт диспейлить, например? Хорошая, кстати, тема. Фростбайт пока первого уровня. Может быть, пригодится. Кио. Зай в Инвизе очень такая агрессивная позиция, но здесь он только может получить... Раскрылся в эту же секунду Клинкс, и Зай передумал какую-либо атаку делать. Ну, там вообще четыре человека. И сломали вышку. Причем раньше. Есть Фортификейшн еще. Нужно жать. Нужно жать. Жмут. Ну и Клинкс-то... Клинкс даже без особых артефактов за счет своих огненных стрел вышку ломают очень быстро. Ну что, 159 плюс 60 с огненных стрел. Да. Фортификейшн. Йо. Отходит на барабанах. Понимает, что очень битый. Ну и вышку эту, в принципе, можно даже отдать. А можно и подраться. Нет. Решили отойти. Решили отойти. Еще и вышка на миде. Здесь же Артизи. Сон от Наги Сирены. Ловят Артизи на Сон, который только что вблинковался. А чем дальше? Куроки. Ну вот летят сюда тиммейты. Вакуум. Попробуют, возможно, как-то на вакуум. Просто заберут скуром. никуда не отпустят. Хотя, телепорт. Остался вакуум у Марча. Ну вот, как раз-таки оставил вакуум. Не хватает какого-то контроля против Артизи, чтобы после сна какой-то ему хекс давать инстантом. Йо. За секрет и так отлично потрейдили. Они сломали Т1 на топе. Почти сломали Т1 на миде. Сломали Т2 на топе. Вот сейчас сдала. Мы его еще к Йоу чуть не убили. Барабаны. Хотя к Йоу просто вставит вард на барабанах преследует. За Артизи поймали сеткой и сноуболом. Ой-ой-ой. Какое неудачное ТП. Ну и теперь размин получается очень неплохой для MVP. Да, у этого Джиггернаута несмотря на Баттлфури о, прошу прощения у Антимага несмотря на Баттлфури ничего не появляется пока что. Скоро будет доделан Владмир. Но не так быстро разгоняется Артизи как хотелось бы. Как же Фитонит Клинкс? Просто уже которая смерть? Четвертая. Да, ну вот такая вот именно, знаешь не в драке где-то. Загульная где-то. Пошел за Крепом куда-то в чужой лес наступил на Сентрик погиб. Ну, на самом деле Клинксы так довольно часто мрут если взять там те же ЕГЭ у них это вообще фирменная фишка ФИРа то есть убить всех потом нафидить и в конце опять там убить всех. Нага Сирена. Нет фукшота у Зая. Да, но он пытается пытается на мой взгляд далековато заходит зарабатывает взрывает вышку Герокоптер ну и это минус вышка просто никто не стал стягиваться. Дарк Сир с Форстафом это отличный выбор против Клакверка и потом уже доделывает Мекку судя по всему ну Форстафа да, мастхэв вот в таком пикер да и Мекка мастхэв как ни крути когда у тебя куча всего против Клака так, Нага Сирена также делает Форстафа и опять же это отличный выбор и она почти доделала его уже ну хорошая сборка два Форстафа против Клакверка в принципе С4 против вот этого ужасного начала четыре раза его там в мизе убили 4 С4 неплохо прорекаверился из этой ситуации вот еще есть стаки на эншинтах имеется уже доминатор с эншинт яша тысяча сверху плюс сейчас дофармит на таких всех эншинтах будет 2000 ну и мы его практически не видим где-то в драках то есть он фармит фармит ну правильно если он будет куда-то драться там и еще больше проседать то это закончится плохо сейчас же здорово ЦМК очень жестко поднимает свой нитвор за счет мидасика она идет наравне с клинксом который которому этот мидасик бы тоже наверное не помешал ну или хотя бы перестать умирать раз за разом ЦМК помимо мидасиков еще крипстат больше чем этого самого клинкса да 76 крипов очень много крипов лесных очень такой жадный фарм от Crystal Maiden забирают вражеский лес у нас секреты в опасной ситуации Зая делает телепорт но его здесь не найти также антимаг на миде видят его но зацепить одному тускару тяжеловато 4200 денег сейчас кьюоу посмотрим что купит это вот важнейший важнейший вопрос что же он купит в данной ситуации Смоук Смоук Рошан Смоук разбит смотрим на Зая именно на Рошан ракета ракета потрачена и видят сейчас что она пролетела и Рошана просто на халяву заберут еще и Нага есть на всякий случай если что под сейвить сном кстати С4 без какого-либо контеста заберут судя по всему Рошанов ну вот сейчас только ракета это влетает которая была изначально потрачена поздновато С4 вот этим грибцом кстати сам стакает не отвлекает саппортов ну в принципе видно что Пупе особо не отвлекается на что-то Нага Сирена Форстав Сон цепляет Кура у Кура большие проблемы его проще отдать не стесняются традиционно одного саппорта ну да бегут за ним ну что-то как-то странно Лина поднимает воздух но вакуум сноубол госскипетр заканчивается стан очень тяжело конечно эту Лину убивать с вот этим вот еулом еще и госскипетром неприятное очень неприятное с другой стороны в общем-то да секретом все равно отдали Рошана отдали Лину а экономическое преимущество все равно продолжает наращиваться Курьер умирает у Радиентов где он вообще что он делал где-то вообще просто летел ну видимо Артизия его подрезала здесь и Артизия окружают но Артизия делает все очень грамотно да вчера вот кстати УВП очень классный был мув за счет которого они в общем-то игру-то и выиграли во многом они против антимага поставили вард вот на эту вот горочку ну точнее вот здесь вот и спалили когда он находился в лесу так тем временем сетка на Артизии Артизия блинкается туск цемку начинают бить но как много урона наносит Кристалл Мейден Вакуум Зай попадает также под раздачу Джиггернаут убивает фактически двоих это минус 2 здесь в подавляющем численном преимуществе находились МВП ну Артизия был там тоже но он понял что ничего не светится с такими артефактами суваться туда явно не стоит да когда у тебя Баттлфури Владмир в тимфайте делать особо нечего вот кстати ты отметил то что вроде так С4 приподнялся по Нетворсу а Артизия в свою очередь с топового Нетворса с БФом наоборот скатился на топ 3 и медленно фармит для антимага такая нетипичная ситуация Лина поднимает воздух Дарксира будет ли раскаст колдауна нету ульт в марче марч погибает однако у Лин большие проблемы Лина забирает ее в своем госсептере лопнуло от прокаста Тускара есть свои минусы у этого артефакта ульт Клинкс находит его тем временем Натс продолжает мансовать забирает гирокоптер Курьер падает на этот раз уже у Сикретов просто Курьеры не живут в этой игре ну и в общем-то неплохой размин удается 2 в 1 но с другой стороны падает вышка появляется диффуз этот самый у Клинкса Джаггер решил в общем-то ничего не придумывать и это будет Скади видимо такой будет толстый Джаггернаут и отличный артефакт появляется у Скора Блинк Блинк с помощью которого можно в принципе запрыгивать на АЭМа даже давать ему Варлус Панч потом накатываться в этот момент может успеть Нага накинуть сетку на самом деле комбинация такая вроде бы этот Варлус Панч он станет всего лишь на секундочку но даже вот таким мобильным Блинкером против нее тяжеловато приходится тем временем уже 5500 ос4 это что-то будет суровое он покупать судя по всему а еще Аегис есть кстати говоря вот Джаггернаут он его так и не реализовал Клакверк дает хукшот но ни в кого не попадает насколько я понимаю да сон на клока ловят Зая хукшота уже нет есть только форстаф какой-то вариант эскейпа но сетка пошла сеточка форстаф потрачен сноубол и Зая умирает очень здорово играет Нага не жадничает просто видит героя дает сон убивает ну чего 11 левел у нее уже имеется если быть точным то почти 14 после 16 точно уже не стоит жадничать на 11-ом 120 секунд тоже не настолько огромный кулдаун пока Клокверк посидит в таверночке полсна уже откатил Артизи Артизи находят будет ли сетка без темноты сетка сетка ай-яй-яй Артизи успевает сразу не прожал огненные стрелы вакуум боже Артизи видят но в итоге видят но нет видят но Феби а Марч почему-то не увидел каким-то образом ну и в итоге уходят да не сразу прожал огненные стрелы я тоже обратил внимание думал что там маны нету С4 очень-очень сильно рисковал но повезло что Кьюо в другую сторону потратил умни слэш в другую сторону улетел хотя могло урона не хватить все равно не успел бы он никак здесь убить гирокоптера микробаша уже нету на умни слэше поэтому все понималось С4 тем временем Артизи Артизи находятся здесь ой-ой-ой однако КПА встревает к лаквер контр-инициация КПА большие проблемы заканчивается действие крипа пытается он драться просветка но КПА оказывается наверху как-то боже мой Пупей раскастовывает ультимейт два форстафа похоже то что да Марч Антимаг убивает Таска в это время Пупей все-таки добирает клинкз ты видел как он умер это просто лоу он побежал через ульт смки ульт в Дарксира ульт гирокоптера потрясающий может быть Марча форстафет Марч живет уходит Кьюо без ультимейта его просто сейчас будут разваливать С4 забирает Аэгис уже закончился Сон Феби со своим сном Феби Феби нужно уходить Феби у тебя гем есть форстаф да он уходит однако Артизи пошел дальше но нет ничего здесь не сделает очень плохо подрали сейчас МВП видит сейчас Кьюо видит что на базу он не пошел он болен и в соло его убивают куроки ну в этом весь Кьюо в принципе вот так вот ворваться просто взять наступить на стан Лины и умереть и вот казалось бы ровная игра тут 4 в 0 Сон потрачен и команда Сикрет с батерфляем на гирокоптере уже начинает ломать Т3 вынужден байбэк от СКьюо посмотрим смогут ли отбиться МВП не ну серьезно настолько нелепая смерть была у Клинкса я до сих пор не могу провернуть ульт от гирокоптера бегут куда-то в колдаун и этот гирокоптер расстреливает просто Клинкс не ест крипа и просто там разваливается в секунду разваливается также у нас Тускар Джаггернаут дает ультимейт вакуум неплохой но Джаггернаут улетел в крипов возвращается марч разрывают да Джаггернаут не так много урона пьянт гадлайк уже в СФО которому в начале жизни не давали вообще никакой бежит за Джаггером не успевает как говорится за всю боль вам нафигачил нафигачил купил бабочку и просто нафигачил колдаунов и ну и это ГГ по сути просто вот так вот в одну секунду заканчивается эта игра буквально за одну драку выкупается еще дарксир но это ничего не даст бараки уже потеряны отличные Блэйдфьюри от Джаггернаута колба колдаун ни в кого не попадает марч под сурджом спасается ну здесь да здесь сейчас можно просто будет открыть графики в принципе если даже секреты уйдут там такое там такое падение как мы видим и без баунти хантера вполне такое возможно лину все-таки стирают но это мелочи хотя мне кажется если вы убиваете потерых убиваете сторону ребята еще байбекаются никуда и продолжают погибать никого не убив то возможно всякое и вот такое тоже АМ покупает манту АМ конечно просто ни о чем по сравнению с этим гирокоптером который восстал из пепла и сейчас аннигилирует там нанося какие-то потрясающие уроны в тимфайтах находит Кью Кью ставит вард Аганим появляется у Кура можно теперь даже в Блэйдфьюри разбираться накатываются на С4 не дают ему выйти из тана он все-таки кастует там же в Баттерфляй да из Баттерфляя никак не пробить Джиггернаут не так много урона имеет очень вовремя сон отменяет будут драться 3 секунды 2 1 опять улетаем нет нападаем ой неплохо и залетает непонятно во что тарксир взорвался просто от ультимейта антимага ну вот смогут ли убить Артизи хаста нет айшарт Артизи еле живой, боже, блинкается В итоге убегает на хосте Ну нет, здесь его не догнать И еще и вся команда сейчас может встрять Хотя Клинкс настреливает ПЦМ Глиммер Кейп спасает С4, о, Зай Зай уходит, его забирают Приходит в Закуроки Просто с руки наваливает в Джаггернаута Минус Тускар Остается у нас КПА Который еле-еле вышел Попал он под эти самые ОЕ скиллы Было бы забавно, если бы сейчас нажал Солринг и умер Кентавр от С4 станет его Видит, блочит Хотя в инвизе это довольно-таки интересно Блочит, Клинксам в инвизе Но в любом случае КПА у нас оказывается Более того, это невозможно Да, это... Потому что этот инвиз позволяет проходить сквозь юб Ну такое ощущение было, что он реально тыкался В этого кентавра в инвизе Может быть сам не знал, пытался оббежать Минус вторая сторона, байбэк от Пускара Два гиперастоуна у Артизи Он шардик? Ну решил, да, решил, а чё бы нет В принципе, всё слишком хорошо в этой игре Чтобы проиграть Есть С4, даже если я не затащу Он затащит, подумал Артур 6К у С4 Не спешит он что-либо покупать Баттерфляя оказалось достаточно Его нечем пробивать Вот у Джаггера такая сборка Он вроде имеет большой нитворс Но у него с инжиньяша с катей Он просто толстый и без урона Джаггернаут Ну как бы 200 урона у него с руки У Гирыча 300 и по всем Разница, конечно, колоссальная Не хватает какого-то Мома, может быть, я не знаю В такой ситуации Чтобы... Ну и похоже на 1-1 Но стоит при всём при этом отдать должное MVP Хороший... Хороший бой они дали Ну я так скажу Многие команды с секретами и так не играют Не говоря уже о том, что никто не отжимает у них так очки Выиграли первую карту Дали хороший бой во второй карте Вакуум Ну тут уже просто идёт разнос Здесь игра уже закончится С минуты на минуту Хотя вот погибает Артизи, конечно Понимаются MVP пишут Good Game Ну и получается у них Остаётся 6 очков Они уже никаким образом не поднимутся на 4-ю строчку Они уже не попадают Сикреты же набирают 15 Нужно смотреть, что там в параллельном матче LGD и Fnatic Смогли ли Fnatic отжать хотя бы 1 очко LGD Если да, то там будет какая-то спорная ситуация Будет равенство по очкам Если же LGD выиграли, то забирают они себе первое место Ну а вот такое вот у нас завершение групповой стадии группа Ещё не все матчи сыграны Ещё будет парочка в следующем туре Мы же с вами уходим на перерыв И следующий матч на этой линейке Важнейшая игра Vichy Gaming против Newbie Vichy Gaming нужна кровь из носа победа Newbie тоже Ничья нужна победа не меньше Причём ни у чья не устроит ни одну, ни вторую команду Ничья устроит Team Empire зато То есть болеть будут все за все исходы И Virtus.pro тоже Да, в принципе Virtus.pro тоже Ничья устроит наши команды А ребятам нужна только победа Только победа Ну посмотрим на это китайское дерби Через некоторое время Пока что уйдём на небольшой перерыв Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому